Моя презентация называется «Современные изергеры». Чуть попозже я расскажу, что это значит, что такое понятие, если кто-то не знает. Вообще немножко вкратце расскажу о себе. Я препод или нет? Тут интересный вопрос на самом деле, потому что посмотрите на этого человека. Это 23 февраля 2018 года. Человек, который занимается электромонтажными работами. Я проводил проводки, слаботочку, занимался умными домами и все такое. Как вы думаете, этот человек 24 марта мог стать преподавателем, лучшим IT-педагогом года в Центральной Азии? Я взял номинацию «Лучший IT-педагог года в Центральной Азии». Это было буквально недавно. И самое интересное, я не был преподавателем, но я стал им. Я человек без высшего образования. Я человек без педагогического вообще образования как таковой. Но за это время я успел попасть в Forbes 30 Under 30. Мы с командой выиграли 15 тысяч долларов в конкурсе «Построй свой бизнес». Я лучший IT-педагог года в Центральной Азии. Я был ведущим панельной сессии Night Crunch. Если кто-то был, возможно, вы меня там видели. Два года преподаю в лучшей школе страны HTA, High Tech Academy. Вот. Я не был преподавателем, но я стал им. Еще раз подчеркну это. Здесь мой Инстаграм, ТикТок. Если хотите, подписывайтесь. Я здесь постоянно рассказываю, делюсь классными, интересными видеоэкспериментами, какими-то простыми для учителей, для детей, которые можно постоянно проводить с детьми. Например, вот здесь как построить, как сбросить минус 10 килограмм. Я думаю, это к лету будет интересно за 5 секунд, как это сделать. Это очень интересный эксперимент. Вы даже можете попробовать его сделать с детьми дома. Подписывайтесь. У меня очень много интересного контента. Теперь такой к вам короткий вопрос. Что общего у всех этих украшений? Что вы видите общего, кроме того, что это украшения? Хорошо, возможно, сделано вручную. Не факт, но возможно. Национальный стиль, колорит, близко, да. Но я хочу немножко другой ответ услышать. Как вы думаете? Присмотритесь, присмотритесь. Не факт, не факт. Не все можно легко сделать. Вот это очень сложное изделие, например, вручную делают. Ладно, подведу. Ответ. Узоры. Это все, как сказать, ювелирные изделия из разных времен, разных культур. Смотрите, я сюда нашел. Египет, Греция, Индия, Мексика, индейцы, Рим, Монголия, Майя, Казахстан. И во всех них есть одна общая черта. Это узоры, которые есть в них. И здесь я хотел подвести к такой идее. Узоры – это культурный код, через который можно изучать историю. Можно изучать то, как люди вообще становились, и был их какой их быт. Потому что все это отображается в их узорах. Например, посмотрите, это индейцы. Ой, индейцы, простите. Это майя, это узоры майя. И они отображают их стиль, их животных, их богов. Я это не помню. Это индусы. То есть посмотрите, какой стиль. Аккуратный, лаконичный. Это Римская империя. У них в основном преобладали геометрические фигуры. Мексика, посмотрите, оно всегда яркое, красивое, сочные цвета. Причем даже вот здесь это видно в их стиле украшений. Оно цветное, яркое, красивое, необычное, цепляющее. И основная идея, которую я хотел вас подтолкнуть, узоры, это культурный код, через который можно изучать историю. И сегодня хочу рассказать вам тему, которую я преподавал, уже использовал несколько раз с разными учениками, с разным форматом. В формате целого проекта, большого формате, маленького мастер-класса и так далее. Это темы современной зергеры. Зергер с казахского переводится как зер-зар, точнее не с казахского, в переводе с персидского переводится с долота. А зергер переводится ювелир с казахского языка. Первый вопрос здесь я сделал, если вы посмотрите, я сделал в таком формате, как сделать такой урок самим. Первое. Задать вопрос. Что же такое украшение? Зачем оно? Ответ здесь очень простой на самом деле. Все украшения исторически были для двух целей. Первая цель. Это как защитный оберег. Вторая цель. Это чтобы выделиться в обществе, показать свой статус. И украшения всегда были созданы и для этих целей. Второе. Виды украшений. Показать, рассказать и добавить какой-то интересный факт туда. Например, Чтобы пища была чистой, на руке должен быть перстень. Вы знали, почему казахи в свое время, когда жили в юртах, кочевой образ жизни, они верили в одну интересную идею. Я пока изучал эту тему, я сам это узнал и было очень интересно. Одна такая идея, что чем больше перстней у девушки на руке, тем вкуснее будет еда. И так появилась такая штука, как без близок. То есть пять перстней надевают на руку, чтобы они в еду не упали. Был браслет, который на цепочках держал эти кольца. И так готовили еду. Чем больше колец, тем вкуснее. Была такая идея. Оттуда появилось это украшение. Очень интересная идея. Опять, весь мой урок или мастер-класс я всегда строю на вопросах. То есть я задаю вопрос, чтобы ученики на него ответили. Я не даю им готовый ответ, разжеванный. Я даю им вопрос, чтобы они сами подумали, включили чуть-чуть немножко свою голову. Здесь всегда то же самое, как я показал вам. Что вообще у всех этих украшений? Опять же, здесь, если мы говорим про казахские узоры. Узоры по казахским украшениям. То есть я точно такой вопрос, я задал вам. Дальше мы переходим к такому этапу, как исследование. То есть мы изучаем, мы начинаем смотреть. Казахские узоры делятся на четыре основных категории. Это, если честно, не память не знаю, космогонические, потом растительные, зооморфные и геометрические. Четыре основные категории. Но в мире на самом деле узоры разделяют на семь категорий, но у нас разделяют на четыре. И каждый узор, он имеет свою историю, для чего и как он появился. И вот здесь как раз таки я обычно детей делю на команды, на четыре команды, весь класс. И даю им вопрос, чтобы они изучили каждую из категорий и подготовили презентацию, рассказали историю каждого узора. Дальше пытаясь подвести их к идее, что узоры вокруг нас. Просто приглядитесь, посмотрите, когда вы идете на улицу, они везде. Мусорный бак, забор, здание, ковер. Они вокруг, они везде. Даже вон там я только что выходил, там есть узоры на стене нарисованные, геометрические, красивые. Кажется, правда, использовали африканский стиль. Это очень классно, красиво. Теперь, самое интересное, как это все сделать с детьми, вот в таком виде, скажем. Вот видите, у меня здесь, даже здесь у меня узоры. Водительный бак и узор на носках, видите? И идея, чтобы дети в конце пришли к такому проекту, создали свое украшение, используя современные технологии. Вот у меня сережка, например, сделана с помощью лазерного станка. Или, например, вот это кольцо нарисовала одна из моих учениц, она сделала сама. Она просто взяла и нарисовала этот узор, и это выглядит очень красиво. Вы потом можете, как раз после моего выступления перерыв, можете, я оставлю, подойдете, посмотрите. Это будет вообще интересно. И теперь, как сделать так, чтобы это было, ну, работало? То есть проектирование своего урока, процесс. Первое. Детям нужно дать идею. То есть они должны придумать идею своего украшения. Пусть это будет сережка, пусть это будет подвеска, пусть это будет браслет. Все, что угодно. Дальше. Им нужно сделать небольшой чертеж с размерами, потому что дети, когда они переходят в моделирование, они не понимают такую простую вещь, как размеры. Они не чувствуют, потому что в виртуальном мире размеры отображаются по-другому, не как в реальном. И они не могут понять, это много или мало. Обычно я иду вот по красному пути. То есть идея, чертеж, проектирование. И использую Tinkercut, такую программу, простую, легкую. Но если вы не знаете какие-то 3D программы, в которых можно моделировать, можно использовать 2D. Это сделать то же самое в 2D, используя простые инструменты. Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, SVG, Edit. То есть это не так сложно. Дальше. Теперь этап создания самих этих украшений. То есть не у всех школ есть 3D принтеры, не у всех школ есть лазерные станки, чтобы это вырезать. Я здесь сделал два пути. Первый путь. Есть лазерный сног или 3D принтер. Первый. Зашипись классно, вам повезло вообще. Второй. Нет лазерного станка или 3D принтера. Как же можно тогда реализовать эту идею? Первое. Аутсорс. Заказать у рекламных компаний. Почти в каждом городе есть рекламная компания, которая делает вывески. У этих компаний есть лазерные станки, ЧПУ-станки, фрезеры. Иногда бывают 3D принтеры, и вы можете это у них сделать, и это не так дорого. Принтер бумажный. Взять просто распечаток на бумаге, наклеить на кусок фанеры и вырезать с детьми. И это добавляет еще больше воркшопа, больше работы, интересной. Ну и третий вариант, который я придумал, просто возьмите проектор, направьте его на, как сказать, на материал, на который вы хотите сделать, обведите и вырежите. Все. То есть даже это можно реализовать. Финал. Как закончить это все красиво, чтобы детям было интересно и понятно? Первый вариант. Это сделать либо ярмарку, либо выставку. То есть на ярмарке они могут продавать эти украшения. На выставке они просто показывают, рассказывают, как они пришли к этой идее. Я чаще всего использую вот этот подход воркшоп, где мы с детьми красим последний слайд, остался и все. Красим какие-то украшения. Вот. Ну и самый важный момент всегда. Это должна быть рефлексия. То есть мы должны завершить, чтобы дети поняли, чему они научились, что они сделали так, что сделали не так. И на этом как бы все. Я закончил. И здесь вот два примера. Я быстро сейчас коротко, очень коротко расскажу. Это вот примеры моих работ с детьми, которые мы делали. Вот часть я сюда принес. Вы можете посмотреть. Они все здесь классные, интересные. Но я хотел показать именно вот этот слайд. Это уникальные для меня. На самом деле и вот эти уникальные украшения. Каждый я могу рассказать историю. Но вот эти просто они мне взрывают мозг. Например, вот это кольцо. Не знаю, мне здесь плохо видно. Вам надеюсь видно. Это сделано в формате от глаза. Как вот этот глаз синий-белый. Это вообще классно, красиво было. Вот здесь она сделала без близок к самой себе из дерева и цепочек. Здесь, например, вот это кольцо, которое я рассказывал, где она сама нарисовала узор. Она не взяла готовый узор. Она сама его нарисовала. Вот здесь у девочки уши не проколоты. И мы ей сделали сережку на магнитах, чтобы она могла носить сережки. Она хотела сережки. А вот здесь мой самый любимый кейс. У меня была девочка с особыми потребностями. Она не особо может работать, ладить с компьютером. И я сделал простое. Она просто нарисовала на бумаге то, что она хочет сделать. Отсканировал, перевел это в электронный формат. И дальше ей вырезал и дал ей раскрасить. И даже она смогла участвовать в этом процессе. На этом все. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok